Друзья, всем привет! Сегодня мы разберемся, из-за чего же происходит скрип колодки. Разберем несколько методов его устранения, проведем тесты и посмотрим, как же нагревается диск, как он отводит тепло, из-за чего от перегрева может быть скрип колодки. В общем, все это будет в этом выпуске. Погнали! Скрип колодки. Самое неприятное, что может быть на автомобиле. Вроде бы у тебя крутой дорогой автомобиль, но автомобиль скрипит, как старый УАЗик. Моя история началась с того, что у меня стояли заводские колодки, и я их решил поменять на новые через 40 тысяч. И вот я снял колодочки мои, они были вот такие стерты, и поменял я колодки и поставил туда один из топовых производителей, вот этот Брембо. И после этого у меня стали страшно свистеть колодки по утрам, особенно когда я выезжаю из гаража. Но я давно знаю такую информацию, что не всегда свист происходит из-за колодок. И зачастую, когда человек ставит новые колодки, он думает, что это из-за них, ведь раньше же типа скрипа не было. Давайте разберемся, откуда идет скрип у меня. Как раз заодно опробую новый набор инструментов. Это Good King. Это бюджетный и отличный набор. Сейчас я его как раз испытаю и потом сообщу о результатах. Если вам интересно, что это за инструменты, ссылочку на партнеров я оставлю в описании. Очень хороший и недорогой инструмент. Итак, сняв колесо, что мы тут видим? Мы видим, что колодки у нас и диски уже немного подозносились. Автомобиль прошел 43 тысячи, и вот эти данные колодки прошли всего лишь 3 тысячи. И диск уже при следующей замене, скорее всего, подлежит замене. Потому что смотрите, какой у него износ. А прошел он всего 40 тысяч. Откуда же берется свист колодки? И что это такое? Давайте разберемся в природе самого свиста. Скриптомазов имеет вполне определенную физическую основу и легко объясним. Я думаю, это и так все знают, но на всякий случай еще раз напомню. Когда мы тормозим, то суппорт придавливает колодки к диску с огромной силой. Вот так это происходит. И колодка испытывает огромные нагрузки. С одной стороны на него давит суппорт, а с другой стороны на него давит вращающийся ротор диска. И из-за трения колодки о диск, автомобиль останавливается. И под воздействием обоих вот этих факторов колодка начинает вибрировать. Прям она серьезно таки вибрирует. И если вибрация попадает в диапазон, который различим теологическим ухом, то мы слышим именно вот этот скрип. Это напоминает трение пальца о бокал. Когда так... То есть на самом деле колодки скрипят при каждом торможении и вибрируют всегда. Просто не всегда частота этой вибрации совпадает с нашим ухом. Именно поэтому диапазон вибраций на разных автомобилях может быть разный. У кого-то скрипят колодки, когда он тормозит на скорости, на большой скорости при перегреве колодки. А у кого-то бывает, когда он выезжает с гаража прям совсем утром и при любом маленьком нажиме. Вот как, кстати, у меня и происходит. Для чего же нужны вот эти антискриптные пластины, которые устанавливаются на колодках? Здесь у меня их даже две стоит. На многих выбрасывают, кстати, зря. Цилиндр суппорта давит на колодку. Благодаря своей форме он раздавливает и придавливает вторую колодку и прижимает их к диску. И в любом случае происходит вибрация вот этой колодки. И вибрация может передаваться на суппорт. Вот сюда, на этот суппорт. И если мы обратим внимание, то вот в этом месте, на суппорте, там, именно там, где поддавливают колодки, есть износ. Видите, вот в этом месте блестит. Также небольшой износ есть на самой колодке. Это говорит о том, что колодка действительно вибрирует и трется о суппорт. И чтобы предотвратить вот этот вот свист и скрип, чтобы компенсировать вибрацию, придумали вот эти антискриптные пластины. А также их функция в том, чтобы не передавать тепло от колодки к суппорту. И если данные пластины совсем не устанавливают на колодки, то колодка будет прижиматься к суппорту и будет происходить контакт металла об металл. И может происходить вот этот высокочастотный звук, тот самый скрип. Именно поэтому, когда нет таких штук, нужно либо их самим изготовить, либо найти со старых. Но у нас, хотя стояли вот эти антискриптные пластины, все равно проходил скрип отсюда. Давайте разберемся о другом скрипе. Видите, на колодках есть вот здесь бороздочка небольшая и вот здесь, с этой стороны. Это говорит о том, что колодка прижимается к диску и у диска происходит неравномерный износ. То есть диск стирается не весь, а остается вот такая небольшая канавочка с одной и с другой стороны. И является причиной скрипа. Потому что здесь колодка прижимается прямой поверхностью, а канавки прижимаются сбоку. И именно сбоку и происходит вот эта вот вибрация и скрип. И вибрирует сам диск. Но и от самого качества колодки тоже многое зависит. Сама колодка в составе своем может содержать какие-то элементы, которые могут создавать свист при определенной вибрации. Также в начале нашего эксперимента я говорил о перегреве. И мы видели полосы нашей колодки. Это я проводил эксперимент именно на перегрев всей тормозной системы. То я делал. Я просто знаю, что бывает, когда диск и колодка перегреваются. И свист начинается уже в других диапазонах. И для проведения эксперимента с отводом тепла от дисков к колодкам, чтобы не пользоваться китайским термометром, я приобрел вот такую крутую инфракрасную камеру с тепловизором. И мы будем видеть отвод тепла от диска в колодке и отвод тепла к суппорту. И разберемся, при какой температуре может происходить скрип. Обычно температура диска после движения по городу около 100 градусов. При умеренном движении. Но мне нужно было нагреть его больше, чем обычно. Я разогнался по трассе до большой скорости. И оттормаживался практически до нуля. И сделал так несколько раз. Где-то 5-6. И на шестой раз практически пропали тормоза. И при резком торможении автомобиль не останавливался, а двигался дальше. Вот так и пропадают тормоза. И после этого эксперимента я увидел, что диск принял немного голубоватый цвет. И колодка стала скрипеть при любом диапазоне нажима. То есть и при легком нажиме, и при сильном нажиме на скорости. Крип был постоянно. И после того, как я замерил температуру, я увидел, что там у нас 300 градусов. 300 градусов именно на верхушке ротора. Колодка при этом нагревается до 150 градусов. Но суппорт относительно холодный. 50 градусов. Я, честно сказать, думал, что суппорт будет гораздо горячее. Примечательно, что тормозной шланг был холодный. То есть получается, что тормозная жидкость не нагрелась. И это, кстати, хорошо. Перегрев тормозной жидкости грозит тем, что у вас просто будет кипение, и тормоза пропадут совсем. Это, кстати, очень опасно. Но очень интересно и примечательно видеть, как нагревается колесный диск. То есть колесный диск является теплоотводом. Отсюда выводом можно сделать, что если вы несколько раз перегрели ваши колодки или диски, то вибрация усиливается, и скрип происходит на любых диапазонах частот. И вы слышите вот этот вот самый противный вот это вот жужжание. Не жужжание, а вот это скрипение. На самом деле вы слышите вибрацию. Кстати, тепловизор очень сильно помог в этом эксперименте. Теперь видно, что суппорт не так сильно нагревается. Благодаря ему я хочу провести еще кучу экспериментов. Вот давайте предлагайте, какие еще можно произвести. Я уже посмотрел дом на наличие теплопотерь. Посмотрел даже, как прогревается мой двигатель от начала и до конца. Тут, наверное, можно снять отдельный выпуск. Также можно обнаружить утечку холода или тепла. Выебить проблему с электропроводкой. И что интересно, он может помочь обнаружить добычу на охоте даже. В том числе и в условиях плохой видимости. Ну, блин, мне нравится. Крутая штука. Если кто-то, как и я, заинтересовался, то его можно купить в магазине Геокс. Они мне помогли с приобретением данного устройства. И если что, у них даже есть рассрочка, без переплат. Но я его купил сразу, так что это прибор мой. И давайте теперь подумаем, какие еще эксперименты можно произвести с помощью данного устройства. У меня уже есть несколько идей. И через несколько дней диск приобрел свой прежний цвет. Видимо, он немножечко потерся колодками. И скрипело только на холодную, как и раньше. Тем временем, я хочу разобраться, какой же скрип у меня сейчас. То есть, вибрация происходит вот здесь вот, на колодке и суппорте. Даже несмотря на то, что установлены эти скрипные пластины. Либо вибрация у меня происходит на самом диске. Вот здесь вот, на канавочке. Так как у меня на двух колесах происходит свист, я хочу провести эксперимент. На одном я сделаю манипуляции с диском, на другом я сделаю манипуляции с колодками. Для того, чтобы источить диск, вот с этой стороны, точнее, даже с двух сторон, мы берем болгарку с лепестковым кругом и запускаем автомобиль. И будем потихонечку стачивать вот этот диск. Поехали. Теперь у нас диск, видите, вровень. То, что вот здесь есть какие-то полосы такие поперечные, это ничего страшного. Сейчас он пару раз потрется колодками и будет все нормально. Вот мне еще кажется, что вот здесь можно было бы еще немного стереть. Ну, я думаю, в следующий раз сотрем. И с этой стороны я стер. Здесь уже даже, наверное, получше. Здесь прям сильно. Все, теперь одеваем колесо и идем на второе. Так, здесь мы видим тоже у нас небольшой износ в районе суппорта самого поршня. Для начала необходимо произвести процедуру очистки самой вот этой части тормозов. Здесь у нас на колодке вот самой грязь, антискриптная пластина легко отходит. И под ней грязь. Что мы сделаем? Мы это все очистим от грязи и немножечко подзачистим. Многие не знают, что для смазки тормозной системы есть два вида смазки. Первая смазка, это смазка для суппортов. У нее температурный режим от минус 40 до 233 градусов. Она смазывает именно направляющий суппортов. То есть здесь на направляющих нет высокой температуры и нет пыли и грязи. И другая смазка именно для тормозной системы. У нее здесь уже температурный режим намного выше. То есть от минус 40 градусов до 1649 градусов. Тут уже вот такая фиолетовая смазка. Мы наносим ее на сами колодки. Здесь достаточно по чуть-чуть. Ну и наносим на места соприкосновения с суппортом. Точнее даже с цилиндром суппорта. Вот это тем самым и будет убирать скрип. Колодки сейчас ходить гораздо легче. Она легче выходит и легче заходит. Так, ну и устанавливаем цилиндр суппорта на место. Итак, с этой стороны диск мы не тронули. Мы оставили его в таком же состоянии. Все, устанавливаем колесо. И теперь будем пробовать. И в итоге, после того, как я выхал из гаража, скрип пропал. Но ненадолго. На следующий день я поехал в другой город. Это 150 километров. И я стал проверять, будет ли свист. И свист был. Свист был как по трассе. Свист был, когда я ехал в пробке. Либо на светофорах. Кстати, светофоры это отдельная симфония скрипов. Очень интересно, послушайте. Что же получается в нашем эксперименте? Колодка продолжала свистеть. И свистела она с левой стороны. Именно там, где я не срезал кромку диска. А только смазал. Выходит, что в моем случае, вот конкретно в моем случае, и после того, как я убрал вот эту кромочку, вибрация ушла в другие частоты. И нашим ухом уже не слышно. Так что, намотайте себе на ус. Если у вас есть вот эта кромка, то, скорее всего, у вас колодки скрипят именно из-за нее. И надо просто проточить, и все будет ништяк. Но, что сделаю я? Я в любом случае смажу с обеих сторон колодки, потому что в какой-то момент может быть скрип именно из-за того, что колодки не смазаны. Ну и срежу диск со второй стороны, для того, чтобы колодки изнашивались равномерно, и такой вибрации не было, которая слышно нашим ухом. Но, кстати, бывают такие моменты, что и диск сам вибрирует, и диск свистит. Но это отдельная история. Кстати, я хотел бы, наверное, провести такой эксперимент с колодками. Посмотреть, какие колодки при какой температуре уже теряют свои тормозные способности. Вот это, наверное, классный эксперимент будет. У нас есть тепловизор, мы можем проверять колодки и проверять, при какой температуре пропадет тормоза. Если вам нравится подобный эксперимент, то ставьте лайк и пишите в комментариях, что еще, и как мы можем проверить наши колодки. Также пишите свои версии, из-за чего бывает у нас скрип нашей тормозной системы. Кстати, напишите в комментариях, барабан свистит, который сзади находится, барабанные колодки или нет. Ну и все, друзья, спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Далее мы сейчас займемся видео про люльку. Я буду делать колесо, я буду делать кресло, и мы сделаем уже еще несколько выездов. Так что не пропустите, друзья. Ну все, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Будьте добры на дорогах. Чаще проверяйте свои колодки и уровень масла. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok